Книга «Открытым оком» том 10 вопрос 2382. Тема «Грех». При размышлении над поступками можно попасть в грехосуждение. Есть ли какие-то критерии, по которым можно это понять? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если наши мысли захватывают и влекут к спасению, то на благом пути, если в унижении объекта размышления, то перекрестись, сотворив молитву ко Господу. Возапись, чтобы он отогнал нашептывающего злодейские размышления. Никак не заглушите голос из совести. Это один из самых верных определителей, если только не сожжена она и в бессовестности не утонула. Когда мысли перешли на язык, в присутствии кого-то осудил или даже просто осуждал кого-то, то не так. Но не так, как бы если в его присутствии, то когда он появится на сердце неудобство, стыд и виноватость. Значит, перешел грань и не сможешь дословно и с радостью пересказать весь разговор про него. Совесть восстала и давит нас. Тут уже на колени и прости прощения у Бога. И кого осуждал, лучше ничего ему не говорить, если это возможно, чтобы еще более того не растравить. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Иов 3.6.17. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. В размышлении всегда нужно искать ответ на несправедливости в отношении кого бы то ни было и находить их у Бога нашего в Библии. Иов 21.7. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки, кавычки закрыты. Сколько секретарей и идеологов людоедской компартии дожили до глубокой старости и со своей идеологией бандитской получают персональные пенсии. Не в Нюрнберге окончили жизнь на техасской петле. В Салтире 7.2.5. На работе человеческой нет, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Кавычки закрыты. Ответ непогрешимый, обрящий шхраме Божием. В Салтире 7.2.17. Таколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Кавычки закрыты. Критерий, чистое намерение, цель спасения по Писанию. Простота, понятная любому, слов изогнутых умышленно не хватит. На своих местах тогда все вещи в доме, в собственных, не то что на вокзале. Если выкинуть слова, чтоб понатыкали из разных словарей академии, чтоб не козыряли головами тыквами с ящиками мусора под теменем, говорили просто и понятно, языком библейским и по-русски, черных дыр, провалов, темных пятен, век не знать и не лепить искусственно. Секуляризация, антологии. Почему апостолы не знали? Ждали, когда змеи и дитя страну проглотят. Не с народом шли, а в трапезные залы. Диссертации глотали на десерт доктора, профессора и кандидаты. Тьма страну накрыла, воцарилась смерть, страшная по осени расплата. Выйди же с Евангелем к народу, говори со словом истины в руках, сладость благовестия испробуй, мир с Христом иди из затклого мирка. Речь твою пора стрясти сто крат, речь свою пора стрясти сто крат, семинарским не пугай конспектам. Колхозники, рабочие, а не мудрец сократ, слушатели ваши, и разный сброд отпетый. Распашите, засейте семя, чистую пшеницу иеговы. Проповедь должна услышана быть всеми и, понятно, каждому любому. В изложении мысли простоту отшлифуйте, наточили Божьим. Души не к себе видите, а к Христу. Дух святой закваску даст и дрожжи. 21 сентября 2004 года. Игнатий Тихонович Лапкин